Ну что хочу сказать. Тяжело мы шли к этой победе. Хорошо переломили. Это у нас черная полоса. Сами видите, в какое положение мы попали. Благодарен ребятам. Мы тренерским штабом все делаем для того, чтобы команда осталась первой. Еще раз хочу поблагодарить ребят. Сегодня они отдались не на 100, наверное, на 200%. Игра была тяжелая. И у хозяев были моменты забить, и у нас были моменты забить. Но нам немножко повезло больше. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Владислав Иванович, что здесь у меня память не изменяет? Красноярск в Хабаровске слегка выигрывает с 1995 года. Причем выигрывает именно тогда, когда эта победа была необходима как воздух. Даже ничья фактически была для вас в насильном поражении. И, похоже, вы сознательно сюда приехали, настраивали команду на атакующую игру. Ведь три номинальных нападающих вышло в стартовом составе. Вы были готовы именно к атакующей игре? Или все-таки как получилось? Честно скажу, мы все игры играем на победу. Где-то у нас не получается, где-то получается. Сегодня получилось. У нас всегда, как говорил, Ломакин, Незамудинов, Галыш. Галыш играет левого полузащитника. Ну да, он номинальный нападающий. Мы всегда так играем, но где-то у нас не получалось. Сегодня нас прорвало, как видели. И ребята, я же говорю, я благодарен, что всем мы тренерским штабам благодарны. Ребят настраивали, потому что я сказал, если осечка, то, говорю, ребят, сами понимаете. Или мы утонули, или немножко на плаву. Ну, у ребят есть характер, я вижу. Вот видите, мы домашнюю игру с Владивостоком проиграли, хотя играли вроде нормально. Владивосток два мяча забил и выиграл. Футбол, вот за это футбол люди, наверное, и любят. Зрелищность. Сегодня и команда соперников боролась, билась. Мы бились, боролись. Ну, повезло нам больше. Мы реализовали свои моменты. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо. Поздравляю вас с победой. Всего доброго. Продолжаем нашу после матча пресс-конференцию. Сейчас своим впечатлением об игре с нами поделится главный тренер команды «Ской энергии» Александр Витальевич Григориан. Пожалуйста, Александр Витальевич. Вы меня хоть режьте, чего хотите, как хотите критикуйте. Для меня совершенно очевидно, что те силы, которые мы потратили в «Волгаре», мы просто не восстановились, потому что прилетели только позавчера. И видно это по действиям команды, что она абсолютно не свежая и не концентрированная, как мы не настраивались. Можно говорить о ошибках тактического плана. Там поймали нас на контратаках. Собственно говоря, на этом и была построена игра «Енисея». Тем не менее, я же вижу, что группа ведущих игроков просто недовосстановилась. Да, все в одинаковых условиях. Все в одинаковых условиях. Но думаю, что у нас все-таки условия не совсем одинаковые. Потому что, а, во-первых, у нас одна и та же группа игроков несет на себе нагрузку. Б. В силу того, что, ну, как бы, все-таки ротация минимальная. Хотя в последних матчах, как бы, игроки, которых я выпускал, тот же, допустим, Плетин и особенно Калинский, не вызывали сомнений никаких. Но как-то это случилось уже под конец чемпионата. Вот в целом мы одной обоймой играем, 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 играем. Вот. Вроде бы, как и очков набираем. Но наши конкуренты, по несчастью, набирают, набрали столько же очков. Кто-то на очко больше, кто-то на очко меньше. По сути дела, вот, если проанализировать ситуацию. Вот. Ну, а что касается качества матча, конечно же, действительно, было видно, что даже те футболисты, которые такие, как, ну, динамичные, такие, как Кацаев, и я уже не говорю за Никифорова, было видно, что просто не хватало сил на атакующие действия. Вот. А в ситуации, когда соперник строит игру на контратаках, нужно еще и назад отрабатывать. Здесь, как говорится, вообще не хватило силенок. Ничего не поделаешь. Осталось два матча через третий на четвертый день. Сейчас будет непростой матч в Тюмени. И завершать будем с лучом. Шансы есть. Надо цепляться. Надо забыть сегодняшний матч. Возможно, самый худший, один из худших матчей на своем поле. Так чисто субъективно, по моему мнению. Вот. Хотя, конечно, моменты были для того, чтобы забить. Было их достаточно. Но, тем не менее, вы все равно видели, что содержание игры, мягко выражаясь, хромало. Да, все это были эмоции. Как говорится, играть через не могу. Все. Спасибо. Коллеги, вопрос. Александр Татьевич, если можно. Сегодня вы объяснили. В целом, у нас очень много моментов, но не забываем. В чем причина? Не сегодня, а в целом. Постоянно бьем, создаем моменты, но никак. Ну, видите, сегодня даже на удар сподобился Прокофьев. Но попал в штамм. Вот. Вот. Свести все к невезению и к темным силам было бы очень просто. Вот. Обычно принято объяснять, скажем так, то, что команда не забивает из выгодных моментов. Обычно тренера объясняют или отсутствие мастерства в завершающей фазе, или неуверенность в своих силах. Я бы сказал, что мы из таких ситуаций не попадаем, что ни о каком мастерстве не может быть речь. Если речь идет о неуверенности в своих силах, я бы тоже не сказал, что это для нас фактор. Мне кажется, что все-таки большинство наших игроков достаточно как бы уравновешенные и характерные ребята. Вот. Скорее всего, давлеет результат. Результат давлеет. Я вам хочу сказать, что действительно, вот, по мне бы, так, после такой игры я должен уйти в отставку. Абсолютно, я думаю, как бы, это взвешенное было бы справедливое решение мужское. Вот. Есть причины на это у меня, допустим. Мне... Я не хочу их просто сейчас озвучивать. Они касаются только, так, как говорится, чисто футбольной темы. Вот. Но, вы понимаете, за два тура команда сохраняет шансы, как бы, на... И сейчас, скажем так, встать в позу и уйти в отставку. Нет. Но могу точно сказать, что если бы сейчас шел 14-й, там, 15-й, 16-й тур, вот, после такого матча, я думаю, что, как бы, уважающийся тренер должен уйти в отставку. Вот. Ну, а я все-таки думаю, что сейчас уйти в отставку, это, как бы, сбежать с корабля просто-напросто. Потому как времени нет у команды для того, чтобы новый тренер внес какие-то даже эмоции и так далее. Это, я думаю, что немножко негативно может повлиять на состояние команды. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что именно лидерам нашим нужно собраться с мыслями. Потому что в чемпиональном... Ну, вот, я с девятого тура, да, возглавил команду. Сколько там было очков, неудобно спросить, блин, после восьми туров. Шесть очков, что ли? Последнее место. А? Последнее место. Ну, дело не в последнее место, дело в количестве очков, да, там, вот. Но в целом были игры, которые и домашние матчи, где, ну, качественные матчи, да, которые мы провели с тем же Волгарем дома, с тем же, с той же Тюменью. Очень хороший, качественный матч был. Это в той части чемпионата. Со Спартаком. Со Спартаком в этой части. Очень качественный матч был. Вот. Выездных матчей вообще более чем достаточно было, что тогда, что сейчас. Последняя игра с Волгарем, с Факелом. Вот. Ну, вы понимаете, вот эти вот матчи на выезде особенно, я... Ну, некоторые матчи из них, это, это как бы, ну, такой достаточно серьезный, с моей стороны, такое внедрение в мозги моих игроков. Настрой, ну, основанный прежде всего на настрой, да. И это неправильно, абсолютно неправильно. Я думаю, что сейчас в оставшихся матчах, чтобы добиться результата, скажем так, наши лидеры, мои лидеры, на кого я эти обязанности возложил, скажем так, должны просто-напросто сами собраться и сами настраиваться. Вот. Потому что, ну, в клубе созданы все условия для того, чтобы футболистам хорошо работалось и хорошо жилось. Я думаю, что ответное слово за ними. Я не перекладываю ответственность никакую. Нет, вся ответственность висит на мне. Я просто, наверное, на пресс-конференции обращаюсь к своим игрокам, к лидерам. И всегда, во все времена, лидеры всегда брали на себя ответственность. Это их качество. Ребята, блин, два тура за вами слово. Александр Анатольевич, если можно, почему на выезде у нас получается лучше играть против более сильных команд, чем дома с уровня наш? На выезде команда более восприимчива к настрою. На выезде самочувствие как бы хуже. Например, футболисты ощущают, ну, то, что, допустим, добиться результата с их точки зрения гораздо сложнее. Поэтому они более восприимчивы. Как раз-таки к моему личному настрою. Но на самом деле только в этом причина и кроется. И, правда, бывают такие моменты, что, допустим, мы с Волгарем играли в жару. И явно просто нам не хватило физически времени с этим перелетом на восстановление. А в остальном причины как бы более убедительной игры на выезде заключаются именно в этом в первую очередь. А во вторую уже очередь только заключается в том, что все-таки на выезде мы играем в размен. То есть соперник не играет вторым номером против нас на выезде. А мы первым номером играем достаточно посредственно. Потому что вы видите, что нам взламывать эти редуты достаточно непросто. А вот в открытом бою мы выглядим прилично. Я согласен с вами. Это связано с тем, что после первого гола я пошел на риск. Я пошел на риск. То есть не стал перестраивать как-то схему игры и так далее. Я просто дал возможность в оборонительных действиях не участвовать. Ну, как бы участвовать по минимуму. Никифорову, Кацаеву, Воронкину. Поэтому они часто зависали. Обычно, как правило, в их обязанности входит помощь. В разных зонах по-разному это выглядит. Это вам не интересно. Сегодня я умышленно пошел на это. Разменялся, потому что я понимал, что у них просто сил не хватит. Но таких равноценных замен я особо не вижу. На длительный срок. Не на 20-30 минут. У нас есть игроки на 20-30 минут. А на более длительный срок. И у нас есть игроки на замену, опять же, в разменную игру, когда мы играем. Но никогда соперник отдает пространство. Здесь нужны тонкие игроки, которые умеют, ну, чувствуют себя комфортно в условиях большого скопления игроков. И играют достаточно точно взаимодействуют. Берут игру на себя и так далее. То есть не ошибаются в условиях плотной игры. У нас достаточно игроков, которых на выезде, вы видите, мы спокойно выпускаем на замену. И они даже усиливают игру. А вот, чтобы играть первым номером, честно говоря, здесь дефицит мы испытываем. Можно еще один вопрос. Александр Анатольевич, вы стали единственным тренингом в скамерке, который за 15 лет обыграл в куче энергии. Причем в гостях. В таком принципиальном профессии. Скоро нам с ними играть. Возможно, это будет решающий матч. Что-то у вас припасено такое для своей бывшей команды? Какой-то сюрприз? Вы знаете, я долго, находясь в луче, в одном интервью мне журналист задал, вы же в дерби не проигрываете. Вот как бы за столько лет мне ни разу не проиграли в дерби. То есть либо выигрывали, либо в ничуть, он мне статистику какую-то дал. На самом деле, конечно, это все приятно, когда ты занимаешь достойное место и так далее. А сейчас мне не до этого. Но дерби есть дерби. Естественно, что я постараюсь сделать все возможное, чтобы эту статистику не нарушить.